Ночь, субботы на воскресенье. Центр города, популярный среди молодёжи мясной ресторанчик на Петровского. Именно здесь всё и началось. В самом заведении открещиваются, ни о каком конфликте не знают, если что-то и происходило, то на улице. Но люди, работающие рядом, настаивают. Начиналось всё именно за столиками кафе. Ссора между двумя подвыпившими компаниями. На почве этой политической Украины-России, одни за тех, одни за тех, то ли песня не понравилась, я не знаю точно из-за чего. Короче, начали между собой ссориться. Потом персонал их сказал, чтобы вышли на улицу все, там разбирались. Они вышли на улицу, девушка, которая выходила учиться в юрокадемии, насколько я понял, взяла за стола нож, которым мясо резать, ну, едят. Вышли на улицу, долго не разговаривала, ударила парня, 18 лет по горло, перерезала сонную артерию. За полторы минуты он умер. Кто именно погиб в результате поножовщины, патриот Украины или же его пророссийски настроенный оппонент, участники обсуждения трагедии в соцсетях во мнениях расходятся. Один из сотрудников ресторана на условиях полной анонимности тоже подтверждает, что политические лозунги за столом действительно звучали. И, скорее всего, не за тем, где был погибший. Но обе компании были настолько пьяны, что поводом для конфликта могло стать всё, что угодно. В милиции же таких драматических подробностей не сообщают. Наоборот, опровергают политическую подоплёку преступления. Было установлено, что указанная драка имела место на почве распития спиртных напитков. Никакой информации о том, что к этой драке, к этому преступлению причастна женщина, мы сказать не можем. О том, что имеются какие-то политические мотивы в этом происшествии, тоже нет никаких оснований говорить. На сегодняшний момент проводятся все необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. В милиции подтверждают, погибшему действительно было 18 лет, он из Тернополя, в Харькове проживал в общежитии. В каком вузе учился, не сообщают. У прокуратуры чуть больше подробностей. Установлено, что выяснение отношений между подвыпившими молодыми людьми действительно началось в кафе. В кафе отдыхало несколько компаний. Одна из них отмечала день рождения, другая – это был мальчишник. В кафе есть танцплощадка, компании танцевали, между собой общались. Кто-то обратил внимание на девушку, кто-то с кем-то вышел вместе покурить. На танцполе произошел конфликт. То есть, кто-то кого-то толкнул. Друг того, которого толкнули, ему показалось, что это было умышленное, намеренное действие. Он толкнул в ответ. Конфликт переместился на улицу. В результате один из участников драки получил смертельное ножевое ранение, другой – порез руки. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников событий. По данным прокуратуры, личность предполагаемого злоумышленника уже известна. И после окончания всех необходимых следственных действий он будет задержан. Галина Шподарева, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.